Профессиональный праздник работников кузовного цеха станции технического обслуживания традиционно начинается, когда выпадает первый снег и продолжается, как правило, около недели. Несмотря на его шутливое название – День жестянщика, после ухудшения дорожного покрытия зачастую страдают не только автомобили, но, что самое печальное, люди. Как правило, серьезные ДТП происходят на больших трассах, которые содержат две и более полосы движения. В городе Видное таких дорог немного, поэтому здесь в основном происходят мелкие инциденты. В целом же по району статистика заставляет отнестись серьезнее к вождению в зимнее время года. За последние двое суток порядка 53 ДТП у нас произошло, где пострадали у нас люди, есть погибшие, как ни печально. Но также у нас пострадал ребенок трех лет. За прошедший период у нас, вот прошлый год, как бы за зиму, порядка тысячи ДТП было с материальным ущербом, но пострадали тоже люди, порядка 37 человек. Одно из самых коварных мест, где нередко происходят аварии с пострадавшими – Белокаменное шоссе. Точнее, его изгиб прямо перед поворотом к ГАИ и жилому комплексу Видный. За минувшие сутки в этом месте произошло сразу три происшествия. Автомобили просто вылетали за пределы дорожного полотна. Водитель одной из машин выдвинул свою версию произошедшего. За поворотом выехали, говорю, плохая дорога. Только сказал, плохая дорога, ехали там, наверное, километров 50. Колесо что-то схватило, что-то, и вынес нас сначала вправо, потом влево, и поперек и выбросило. На момент аварии в автомобиле «Фольксваген» находилось три человека. К счастью, никто не пострадал, так как все были пристегнуты ремнями безопасности. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Работы по вызволению автомобиля из снежного плена были осложнены темным временем суток. Тем не менее, по прошествии получаса машину удалось поставить на колеса. Теперь хозяина транспортного средства ждут расходы на ремонт.